Здравствуйте, меня зовут Потапенко Всеволод Геннадьевич, гематолог, работаю в городской больнице номер 31 в Санкт-Петербург. Мое сообщение посвящено лимфоме Ходжкина и предназначено для пациентов, их близких и всем, кому интересна данная тема. Мое сообщение носит исключительно информационный характер, и я сразу скажу, что все лечение всегда каждого конкретного пациента необходимо согласовывать с лечащим врачом. Я расскажу о том, что такое лимфома, как ставят диагноз, какие бывают стадии, как лечить пациентов с лимфомой Ходжкина, как подготовиться к лечению и что делать после окончания химиотерапии. Итак, лимфома. Лимфома – это группа злокачественных заболеваний системы крови. Для диагноза необходимо наличие так называемого лимфопролиферативного синдрома, то есть увеличение лимфатических узлов или селезенки, или увеличение количества лимфоцитов в крови, более 5000 мкл, или поражение других органов и тканей, когда лимфома ведет себя, как обычная опухоль. Также при лимфомах бывают особенные симптомы, так называемые Б-симптомы. Это профузная ночная потливость, когда пациент вынужден ночью даже переодеваться от пота. Это снижение веса на 10% за 6 месяцев. Или это вечернее повышение температуры до 38 градусов и выше. Диагноз ставят по результатам биопсии. То есть биопсия – это взятие фрагмента какого-то лимфатического узла или даже всего узла целиком, или образование на дистологический и иммунодистохимический анализ. Что такое дистологический анализ? Взятый фрагмент специальным образом обрабатывают. Потом режут на тончайшие срезы и кладут под микроскоп, где доктор-патолог уже смотрит, что там за клетки. Клетки я так схематически нарисовал в виде кружочков и других фигур. И патолог может заподозрить, что похоже тут много каких-то одинаковых клеток. Но какие это клетки? Есть реактивные, то есть это здоровые клетки, которых просто много. Или это опухолевые клетки, когда эти клетки никого не слушаются и только размножаются. Чтобы это понять, проводят окрашивание специальными красками, так называемый иммунодистохимический анализ. И уже по результатам уже можно ставить диагноз лимфомы или какого-то другого злокачественного заболевания. Итак, клетки нашли, и возникает вопрос. А сколько еще лимфатических узлов увеличенных есть в организме? Или может быть поражены какие-то еще ткани, например, печень, кости или еще что-то? Для этого делают компьютерную томографию грудной клетки, брюшной полости и малого таза, которая позволяет заглянуть внутрь пациента и попробовать поставить стадию. В гематологии используется система стадирования Ан-Арбор. И сразу говорю, она отличается от, скажем так, общей онкологической системы ТНР. Для нас, в общем-то, не важно, эта стадия начальная или запущенная, поскольку частота излечения полного выздоровления во всех стадиях сопоставима. И, как правило, нам приходит пациент уже с третьей-четвертой стадии, когда лимфатические узлы уже есть и над диафрагмой, и под диафрагмой, и иногда вовлечены еще и другие органы, не только лимфоузлы. Но, тем не менее, я повторяю, что частота излечения во всех стадиях сопоставима, и большинство наших пациентов с лимфомами, включая агрессивные, излечиваются. Помимо стадии, доктора часто еще в диагноз пишут какие-то буквы А и В. Например, третья А стадия. А означает, что В симптомов нет, а В означает, что В симптомы присутствуют. Итак, лимфома Ходжкина. Лимфома Ходжкина – это один из вариантов злокачественных лимфом. И чаще всего такие пациенты обращаются с увеличением лимфатических узлов – на шее или в подмышках. Бывает, что лимфатические узлы увеличиваются внутри грудной клетки, и они начинают сдавливать бронхи, а это уже может вызвать рефлекторный кашель. И такие пациенты обращаются уже с кашем. Или бывают ситуации, когда пациенту делают профилактическую флюорографию и видят расширение средостения. И таких пациентов уже направляют к дематологу или к онкологу, берут биопсию и уже ставят диагноз. Также при лимфомах Ходжкина часто были симптомы. Если у пациента поставлен диагноз, лимфомах Ходжкина для дообследования используют компьютерную томографию, я уже говорил, зачем она делается, чтобы увидеть лимфатические узлы. Или делают позитронно-эмиссионную томографию. Ценность этого метода трудно переоценить, о нем я скажу на следующем слайде. Иногда, чтобы узнать, есть ли в опухолевой клетке среди здорового кроветворения, то есть внутри костей, берут биопсию костного мозга. Это простая операция, которая выполняется в дематологических центрах. Но иногда, если доктора планируют как-то менять лечение в зависимости от риска устойчивости к химиотерапии, рассчитывают на называемый IPS. Это риск ранней устойчивости к химиотерапии. Если IPS высокий, то используют более, скажем так, интенсивные, более эффективные схемы. Позитронно-эмиссионная томография, PET, или сейчас часто делают PET, совмещенные с КТ, PET-КТ. КТ позволяет нам увидеть, есть ли увеличение лимфоузлов. Но не всегда можно сказать, что это за узлы. Это пациент давно чем-то переболел, это остаточное увеличение. Или оно только-только увеличилось. А может быть там уже есть опухолевые клетки, а он пока еще не увеличился. Ответы на эти вопросы как раз и позволяют. дать позитронно-эмиссионная томография, которая помимо увеличения лимфатических узлов, сможет сказать, есть там усиление локального обмена веществ или нет. Поскольку лимфомные клетки имеют очень интенсивный метаболизм. И у больных с лимфомой Ходжкина PET позволяет корректировать терапию, уменьшать ее и наоборот усиливать. Поэтому значение PET при лимфомах Ходжкина очень большое. Кроме того, по результатам PET можно понять, есть ли поражение костного мозга. А это значит, что можно воздержаться от анализа костного мозга. Ну, в общем, стадия по PET тоже определяется точнее. Ну вот, диагноз поставлен, стадия определена, как подготовиться к химиотерапии. В общем-то, особых подготовок никаких не требуется. Хотя, во многих центрах рекомендована вакцинация пациента от пневмококка. Это бактерия, которая вызывает атиты, бронхиты, пневмонии и вакцинация от коронавируса. Поскольку сейчас идет пандемия, и вакцинация позволит защитить пациента от тяжелого течения этой инфекции. Конечно, если пациент с тяжелыми жалобами, с болью, с кашлем вакцинировать, его, как правило, не вакцинируют, а сразу начинают лечение. Но если можно подождать, то лучше вакцинироваться. И второй важный момент. В связи с тем, что пациенты с лимфом уходшкина, как правило, это молодые люди, у которых потом и будут семьи, или они уже есть, и которые планируют потом рождение детей, то особое внимание уделяется сохранению фертильности, то есть сохранению детородной функции. Для мужчин используют криоконсервацию сперми, а для женщин возможно только один метод, это криоконсервация тканей яичников, когда под общим наркозом, лапароскопически, иссякают маленькие фрагменты яичников и замораживают их. Раньше широко использовались гормональные контрацептивы, поскольку думали, что возможно это позволит сохранить яичники и уменьшить воздействие химиотерапии. Но исследование последних лет показало, что такие мероприятия помогают уменьшить риск нарушения менструального цикла после химии, но детородная функция здесь никак не поменяется. Правда, в реальной практике редко когда удается заниматься сохранением фертильности у таких пациентов. И в моей практике, в практике моих коллег мы уже видели много здоровых детей, которые родились после химиотерапии без всяких технологий сохранения деторождения. Итак, первая линия химиотерапии. Диагноз поставлен, начинаем лечить. Во всем мире практикуется так называемый стандартный подход, который включает в себя два курса. Это АБВД и Биокоп. Вариации Биокоп это Биокоп Стандарт, Биокоп 14 или Биокоп Усиленный или Эскалированный. АБВД. Этот курс менее токсичен, лучше переносится, но он и менее эффективен, поэтому его, как правило, используют на начальной стадии. Первая-вторая А. Биокопы потяжелее, более токсичны, но они более эффективны, поэтому их используют на так называемой запущенной стадии 2b-4. Кроме того, во всем мире золотым стандартом лечения пациентов с лимфомой Кошкина является еще и облучение остаточных образований, так называемая химио-лучевая терапия. И таким образом эти курсы БВД, Биокоп и облучение используют очень многие центры мира. Правда, в некоторых странах и в развивающихся, и в странах с высоким уровнем жизни иногда используют только БВД, включая и пациентов с 3-4 стадии. Когда это можно делать? Если пациента не доречили, то вторая линия противорецидивного лечения будет у них более эффективна. и в итоге общая выживаемость, та цифра, ради которой мы всегда и стараемся, и после БВД, и после Биокопа будет уже одинакова. Поэтому, если есть доступ к терапии второй линии, тогда в некоторых центрах проводят только терапию БВД на все стадии. В России такой доступ есть не везде, поэтому у нас широко распространена терапия по программе Биокопа. Тем не менее, Биокоп при всех его плюсах, я уже говорил, имеет одну большую проблему. Это отсроченные осложнения химиотерапии, и такие же осложнения есть и после облучения. Поэтому доктора всего мира многие годы думали, как снизить интенсивность химиотерапии, как сделать терапию более персонифицированной. Вот здесь нам как раз и поможет ПЭТ. Можно ли улучшить стандартный подход? Можно. ПЭТ как раз это позволяет. Можно сделать так, провести два курса БВД или, например, два курса Биокопа скарированной при высоком ИПС и сделать ПЭТ. Если по результатам ПЭТ очагов метаболической активности нет, то есть, если пациент, если можно так выразиться, временно выздоровел, то закрепить эффект можно четырьмя БВД. А вот если у пациента все-таки ПЭТ-позитивные очаги еще сохраняются, то тогда уже понятно, ради чего рисковать. И тогда таким пациентам проводят или продолжают или переводят на терапию по программе БИОКОП эскалированную. А потом можно еще и облучить. Таким образом, ПЭТ-адаптированная терапия это в настоящее время оптимальный баланс между эффективностью и отсрочными осложнениями. А с лучевой терапией можно здесь или нет использовать ПЭТ? Можно. Можно после химиотерапии тоже сделать ПЭТ. И смотрите, вот это остаточные лимфоузлы, которые есть у половины больных. Они какие? С остаточными опухолями клетками, то есть ПЭТ-позитивные? Или там уже ничего не осталось и будет ПЭТ-негативность? И если ПЭТ-активности нет, тогда от облучения можно выдержаться, химиотерапию завершить и возвращаться к нормальной жизни. Когда ввели вот этот ПЭТ-адаптированный подход к лучевой терапии, частота облучения, а значит отсроченных явлений, уменьшилась в 7 раз. Но, к сожалению, бывает ситуация, когда первая линия не помогла и пациенту необходимо приведение второй линии химиотерапии. Если пациенту не помогла первая линия, то используют химиотерапию другими препаратами, как правило, с одними платины. Такие курсы, как АЭС, Джимокс, ТХАП, они все примерно одинаковые и, как правило, используют те курсы, которые клиники привычнее использовать. и если эффект достигнут, то тогда проводят закрепляющую химиотерапию с поддержкой собственными стволовыми клетками или то, что раньше называлось аутотрансплантацией костного мозга. Слово трансплантация иногда звучит пугающе, поэтому два слова об этом методе. Уже когда химиотерапия появилась, то доктора очень быстро поняли, что чем больше дашь химии, тем больше результат, но и осложнений химиотерапии будет тоже больше. В первую очередь инфекционных. Так как же уменьшить риск инфекционных осложнений? В 60-х годах нашли ответ, нашли способ. Появилась технология заготовки и заморозки так называемой стволовой материнской клетки крови, которую можно потом обратно ввести пациенту и которая даст быстрое потомство и сократит период снижения иммунитета. технология тогда называлась аутотрансплантация, поскольку клетки забирались из костей и потом в кости вводились. Но очень быстро поняли, что, во-первых, можно и забирать из крови и вводить обратно в кровь, поэтому терапия стала называться высокодозной с поддержкой собственной стволовыми клетками. Эффективность метода оказалась настолько высока и она позволила вылечить очень много пациентов, что с 70-х годов прошлого века началось бурное развитие, начали открываться новые центры, и сейчас во всем мире делаются около 25 тысяч аутотрансплантаций в год, из них половина это пациенты с лимфомами. В России тоже открываются все новые центры и количество пациентов которым сделали трансплантацию растет. Как сейчас забирают стволовые клетки крови? Часто используют процедуру цитофереза, когда пациенту устанавливают два широких катетера вены и из одного катетера кровь забирается, проходит через аппарат, стволовые клетки фильтруются и возвращаются в другую вену кровь. Процедура длится 3-4 часа, пациент чувствует себя как правило нормально, смотрит телевизор, читает книгу и за 2-3 курса можно собрать достаточное количество стволовых клеток крови на трансплантацию. Что делать, если вторая ремьня помогла? Здесь тоже есть решение. И сейчас во всем мире таким пациентам развивается методика ладьенной трансплантации стволовых клеток крови, когда уже расчет идет не на химиотерапию как при ауто, а на так называемый иммуноадоктивный эффект, когда донорские стволовые клетки сами найдут опухолевые и их у пациента, из пациента скажем так, удалят. единственное, что важно это на момент элогенной трансплантации пациент должен быть хоть в каком-то ответе, то есть должна быть проведена терапия, которая на какое-то время подавит лимфомы. Для этого сейчас используют новые препараты брентуксимаб, неволумаб, пембролизумаб, и после них уже делают элогенную, если есть эффект. Наибольший опыт накоплен в Санкт-Петербурге в центре трансплантации имени Рейса Максимова и Горбачева и по их результатам более половины таких тяжелых пациентов выздоравливают. Если трансплантация невозможна, то необходимо проводить сдерживающую химиотерапию или симптоматическую терапию в полном объеме обезболивания, переливания крови. Пациенты часто задают вопрос, как сделать так, чтобы химиотерапия лучше переносилась, как поддержать организм. И здесь, конечно, первый вопрос это диета. Диет предложено много, но с точки зрения современной науки специализированная диета онкологическая так называемая бесполезна. И сейчас, по крайней мере, точно известно, что еда должна быть вкусной и сытый пациент химию переносит легче. Поэтому, на мой взгляд, самое важное это, чтобы еда была привычной и вкусной. можно ли заниматься физкультурой, например, бегать по утрам? Можно и нужно, поскольку спорт укрепляет мышцы, кости, повышает качество жизни, помогает легче переносить лечение. Единственное, главное, без изнурения. Поскольку, если пациент, например, получит травму, то это, конечно, существенно осложнит химиотерапию. Как поменялось лечение пациентов сейчас в период коронавирусной инфекции? По сути, никак. Химиотерапия осталась позже, но защитить пациентов с лимфомой помогает вакцинация, поскольку, особенно перед началом химиотерапии, поскольку это позволит организму выработать необходимое количество антител и, по крайней мере, как минимум, избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции. Во-вторых, важно избегать контакта с пациентами с признаками остро-респираторной вирусной инфекции. Ну и лечиться лучше максимально амбулаторно в варианте пришел-ушел, в варианте дневного стационара, поскольку, к сожалению, стационары во всем мире сейчас это места, где пациентов с коронавирусами все-таки больше, чем вне. Но если все-таки острая инфекция развилась, то на период активной инфекции химиотерапию прерывают, а потом химии возвращаются. Что делать после завершения лечения? В связи с тем, что, еще раз говорю, реформа Ходжкина болеет, как правило, молодые люди, очень важно профилактировать, а в идеале предотвратить развитие тяжелых осложнений, которые могут развиться через годы и годы. Это в первую очередь вторые новообразования, либо осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Ну, во-первых, если пациента облучали, то у него повышается риск новообразования грудной клетки и молочных желез. Поэтому необходимо компьютерную томографию, нефлюшку, а КТ ежегодно. Для женщин это маммографию тоже нужно делать, а если облучали в возрасте до 30 лет, то лучше некоторыми центрами рекомендовано МРТ молочных желез. Также бывает после лучевой снижения функции щитовидной железы, поэтому ежегодно делают анализ крови на териотропный гормон, если облучали шею или верхнюю половину грудной клетки. Всем пациентам вне зависимости от облучения нужно делать КТ грудной клетки, если пациент курит, поскольку мы знаем, что курение оно вредно и предрасполагает к новообразованию грудной клетки, лучше вакцинироваться от гриппа ежегодно, поскольку у них у этих пациентов риск тяжелого течения повышается. Ну и если использовать антрациклин, они почти во все ходят, схемы химиотерапии необходимо делать в УЗИ сердца ежегодно по достижению 40 лет или через 8 лет после окончания лечения для профилактики отсроченных осложнений со стороны сердца. Ну и регулярно рекомендован клинический анализ крови. Частоту исследований и сами исследования регулируют наблюдающий гематолог. Если у женщин наступила беременность после химиотерапии, то таких пациенток надо вести так же, как если бы лимфомы не было, поскольку никаких особенностей у них нет. Если необходима заместительная гормональная терапия, то тоже ее можно смело назначать, поскольку у пациентов после химиотерапии она эффективна и безопасна. Многие пациенты спрашивают, а как заметить рецидив, а вдруг болезнь вернется. Здесь необходимо сразу сказать, что около половины больных имеют остаточное увеличение гемофоузлов. И это неплохо и нехорошо, поскольку со временем они исчезают, иногда они остаются, и пациент многие-многие-многие десятилетия потом живет с ними. Профилактические КТ и особенно ПЭТ бесполезны, а на мой взгляд даже опасны, поскольку часто бывают такие ситуации. У пациента есть остаточный узел, 15 мм в диаметре. Он делает КТ, причем он мог лечь чуть выше или чуть ниже или чуть не в той позе, и срез томографа пройдет под другим углом. И было там 15 мм, а описано будет 17. И рентгенолог, естественно, опишет, что эта динамика отрицательна, но это же не истинный рецидив. Точно так же, как и с ПЭТ. ПЭТ плох тем, что если ПЭТ свечения нет, то пациент здоров, но если ПЭТ свечения появляется, то он может быть и заболел. А иногда, если нет, например, увеличения лимфоузлов, ПЭТ активности дает и совершенно здоровые клетки макрофади, которые пришли прибраться, скажем так, после того, как ушли лимфовные клетки. И вот, если доктор-гематолог по каким-то причинам, увидев это ложное прогрессирование по КТ или ложное прогрессирование по ПЭТ, решит верифицировать, подтвердить, сделать биопсию, то пациент без всяких симптомов получит ненужное исследование, потенциально опасное, которое может иметь тоже свои осложнения. Именно поэтому во всем мире профилактических КТ и ПЭТ не рекомендовано, рекомендуется, наоборот, избегать и делать только, если есть какие-то симптомы. И второй момент. Если в дебюте заболевания, когда только-только пациент заболел, прогноз зависит от стадии, первой, второй стадии все-таки выживаем чуть лучше, чем в третьей, в четвертой, то если идет рецидив, то уже совершенно не важно сколько там узлов, один или пять. Прогноз будет зависеть от того, как пациент ответит на химиотерапию, как быстро эти узлы идут. Как долго ждать рецидива? Как правило, после года риски снижаются, после пяти лет это большая-большая редкость. Если увеличились тимфоузлы или появились какие-то новые жалобы, боль, кашель, сыт, тогда можно обратиться к врачу. А если пациент чувствует себя нормально, то нужно жить нормальной жизнью. Можно ли ходить в баню? Можно ли ездить за рубеж? Это тот отдых, те вопросы, которые тоже иногда задают. Можно. Доказанного вреда перемены климата во время летнего отдыха нет. Но, что важно, загар это защитная реакция организма, который вреден для всех, даже если нет лимфома. Поэтому, если загораете, лучше использовать крем с защитным фактором более 30. А в баню, бассейн можно ходить? Без изнурения, главное с удовольствием. Это все, что я хотел бы рассказать. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Контакты на экране. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...